В прямом эфире новости сейчас. С вами Евгений Перлин. Здравствуйте. Сегодня последние цветы и овации Беларусь преподносит поистине народному артисту Николаю Кириченко. Выдающегося актера не стало во вторник в возрасте 72 лет. В Купаловском он воплотил более 90 ролей. Сегодня на родной сцене проститься с актером пришли родственники, коллеги и поклонники. У него тяжкое захворение было. Мы все это судово наведали. Али он был такой мужный человек, что после склада на медицинской процедуре, когда требовали лежать там неколько суток, он приходил, раз в 10 хвилин вставал с ложкой, и приходил играть сюда спектакль. Ему врачи сказали, ты варят, что ты рубишь. И он так, таки был человек. В эти минуты процессия движется в сторону восточного кладбища. Николай Кириченко будет похоронен на центральной аллее. Тревожные новости приходят из Афганистана. Очередная серия терактов. Самой крупной стала атака на образовательный центр в Кабуле. Там накануне подорвался смертник. Погибли 48 человек, еще 67 ранены. Среди жертв в основном абитуриенты, которые готовились к экзаменам. Ответственность за инцидент не взяла на себя ни одна террористическая организация. А сегодня группа вооруженных людей напала на здание центра подготовки афганской национальной армии в Кабуле. Власти вступили в перестрелку с нападавшими, пока данных о жертвах нет. Муссонные дожди спровоцировали масштабное наводнение на юго-западе Индии. В штате Керала объявлен красный уровень тревоги. Стихия унесла жизни по меньшей мере 73 местных жителей. 85 тысяч человек остались без крыши над головой. До понедельника заблокирована работа международного аэропорта Кочин. В Билтеле радиокомпании в эти минуты завершается кастинг ведущих детского Евровидения. Из сотни заявок только 32 кандидата приглашены на телевизионные пробы. Главный критерий – свободное владение английским языком. На отбор приехал и шоу-директор конкурса Гордон Банелло. Именно он будет следить за сценической подготовкой ведущих к шоу. Самое важное для нас – это талант, умение держать публику. Детское Евровидение смотрят миллионы, поэтому необходимо, чтобы ведущий был не просто человеком с обложки, а настоящим ответственным профессионалом, независимо от возраста. Результат отбора узнаем совсем скоро. Экспертам предстоит не один раз посмотреть на участников не только вживую, но и на экране. Это были самые последние новости к этой минуте. Подробности мои коллеги расскажут в 15 часов. Всего доброго.